Сотрудники госпожнодзора полиции и отдела по делам несовершеннолетних проверили квартиры, в которых проживают дети, состоящие на учете в ОДН. Главная цель подобных рейдов – профилактика детской шалости с огнем. Правда, поговорить с подростками удалось не везде. Почему, знает Кирилл Мигель. В этой квартире незваным гостям явно не рады. Проживающая здесь семья уже давно числится в отделе по делам несовершеннолетних как неблагополучная. Очередной визит людей в погонах – как красная тряпка для быка. Практически все семейство, кроме его главы, решило остаться за кадром. Но от комментариев один из сыновей мужчины все равно воздержаться не смог. Детей в этой семье пятеро. Все, что они видят регулярно, так это беспорядок и подвыпившего отца. Разве может он научить своих детей правильному обращению с огнем, удивляются пожарные. Да и вообще чему-нибудь хорошему, добавляет инспектор ПДН. Мария, ваша дочь? Мария, я спрашиваю. Написано за мной меня. Ну вот, значит, вы. Я не считаю, что она моя. Мы разошлись с ней. Ну это вы разберетесь с нами, а записано это на вас, значит, вы будете нести ответственность. Вы работаете? Нет. Нет, 8 лет уже не вырабатываете. Не содержите ребенка. Но нравоучения явно запоздали по графику. Даже сам отец семейства этого не отрицает. Ну и что тропу снимает? Вот держите две памятки. Всего же в этот день сотрудникам полиции, пожарным и инспектору ПДН побывать удалось в трех квартирах. В остальных жильцы оказались более приветливы. Спокойно получили памятки и разошлись. Вы знаете, да, что правила пожарной безопасности в жиле необходимо соблюдать, как вам. И вы, как родители, несете ответственность за своих детей. То есть с детьми тоже проводите беседы, чтобы они знали в первую очередь, что играть со спичками запрещено. Баловаться открытым огнем – то же самое. И действовать свои при пожаре и возгорании, чтобы в первую очередь звонить по телефону на один. Кирилл Мигель, Александр Иванов. Новости нашего города.